Мы можем быть все здесь. А где-то еще что-то кто-то говорит. То есть благодаря нашей ассоциации, производителям посадочного материала, мы можем делиться своим опытом, рассказывать и показывать свои предприятия. И сегодня я свою презентацию хочу начать, конечно, с презентации нашего садового центра. Пусть включают. Это группа из трех компаний, имеющих свое направление деятельности. Питомник, оптово-розничная торговля, услуги по озеленению и благоустройству территорий. Организация с 2007 года является одним из лидеров по продаже растений в Поволжском федеральном округе. Основная продукция – это хвойные растения, лиственные деревья и кустарники, однолетние и многолетние цветы, розы, лианы, плодовые культуры, рулонный газон и сопутствующие товары для сада. Компания располагает сетью из четырех садовых центров по продаже растений, открытого грунта и магазина горшочных цветов. Наиболее широко ассортимент товара представлен в садовом центре в поселке Курумыч Волжского района Самарской области, где на территории в шесть гектаров реализуют сотни тысяч растений, адаптированных к нашему климату. Территория садового центра включает производственную зону со складскими помещениями, теплицами и водоемами. Здесь же происходят оптовые отгрузки товаров покупателям из разных регионов России, Казахстана, Башкортостана. В работе используется накопленный опыт европейских и российских коллег, активно осваиваются передовые технологии. Главное преимущество садового центра Веры Глуховой – высокое качество растений. В 2014 году заложен собственный питомник саженцев, плодовых и декоративных растений. Летом 2017 года была построена новая теплица. Сделаны две скважины, устроен второй водоем на 4000 квадратных метров для полива растений. Проложены основные магистрали капельного полива. Закуплена техника для успешной работы питомника. Весной 2018 года освоены все 20 гектаров. Посажены более 255 тысяч растений, 18 культур, декоративных и плодовых деревьев и кустарников. Компания имеет уникальный опыт и в сфере ландшафтного дизайна. География выполненных объектов распространяется на территорию всей европейской части России. От Санкт-Петербурга до Краснодарского края. А в 2009 году была благоустроена территория музейно-паркового комплекса в городе Иерихон, территория Палестины. О высоком уровне выполненных работ говорят благодарности от президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича и управляющего делами президента Кожина Владимира Игоревича. Наши специалисты под руководством Веры Глуховой озеленяли территорию Александровского сада Кремля в городе Москва, рядом с могилой неизвестного солдата. И внесли свой вклад в организацию зимней Олимпиады, преобразив территорию Объединенного санатория в Сочи. Садовый центр Веры Глуховой тесно сотрудничает с группой компании «АМОНД» по благоустройству и внутриквартальному озеленению жилого комплекса «Волгарь». В 2016 году начата работа по проектированию благоустройства этнокультурного комплекса «Парк Дружбы Народов» общей площадью 12 гектар. Парк представляет собой архитектурный комплекс из 20 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарском крае. Садовый центр принимал активное участие в подготовке к чемпионату мира по футболу, который прошел в Самаре летом 2018 года. Реконструкция Струковского сада, где уложено 5 гектар рулонного газона. Посажены однолетние и многолетние цветы, деревья и кустарники. Это место стало жемчужиной нашего города. Его с удовольствием посещают жители и гости столицы губернии. Струковский сад произвел сильное впечатление на гостей Самары, иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира по футболу. Еще один значимый проект – это четвертая очередь Самарской набережной возле монумента Ладья. На набережной были посажены живые изгороди из барбарисов, лобчаток и спирий. Деревьев было засеяно 3,5 гектара воских склонов к газонам. И третий самый важный проект – это озеленение территории стадиона Самара-Арена. Здесь высажено в модуле 123 дерева высотой 7 метров, 12 тысяч кустарников и 16 тысяч злаковых культур. От трамвайного кольца до стадиона было посажено 585 гортензий. Теперь это одно из самых красивых мест в городе, где можно любоваться цветочной аллеей. Компания сотрудничает с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Студенты ведут научную работу, проходят производственную практику на базе садового центра, проводят выездные занятия. Садовый центр активно участвует в жизни родного города Самары, занимается благотворительностью. Безвозмездно благоустроена территория музея-усадьба Курлиной, Иверского монастыря, больницы имени Пирогова. Оказывается помощь школам-интернатам, детским садам, организациям ветеранов и инвалидов. Весной 2017 года наш садовый центр провел благотворительную акцию «Лидия». В память о нашей сотруднице Лидии Викторовне мы посадили в городе 5000 гортензий во всех 9 районах города и 4 районах области. В акции приняли участие более 700 человек. Садовый центр Веры Глуховой является постоянным участником профильных выставок и конференций. Агропромышленная выставка «Форум Всероссийский день. Поле в Казани». Агропромышленная выставка «Золотая осень» в Москве. Павловская агропромышленная выставка в Самаре. И неоднократно был награжден дипломами и золотыми медалями за развитие питомниководства декоративных культур в Самарской области. Ежегодно нас посещают коллеги из России, Казахстана, Голландии, Бельгии, Италии, Германии, Польши, Англии и Китая. Садовый центр Веры Глуховой является активным членом Ассоциации производителей посадочного материала. Участвует в продвижении продукции отечественных питомников на российский рынок. Это мы. Спасибо большое. Самое главное, наверное, сегодня это презентация нового сорта гортензии. Я очень рада, что именно в Самаре, именно у нас появился новый сорт гортензии. Сейчас мы начнем говорить о истории. Гортензия, Самарская лидия гортензии. И давайте продумать... А, вот у меня, да? Вот это. Садовый центр Веры Глуховой представляет новый сорт гортензии метельчатой Самарской лидии ринзам. И немного истории названий. Почему же Самарская лидия? Изначально было решено назвать новый сорт гортензии Самара и сделать растение символом чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самара. Но патентное бюро Франции не разрешило дать это название, так как географическое название запрещено использовать в названиях растений. Не было активного отклика и от организаторов ЧМ 2018 года. В Самаре не получилось, и в Самаре не получилось сотрудничество по чемпионату мира. И Покровский Павел Александрович, заместитель председателя общественного совета в городе Самаре, предложил идею назвать новый сорт гортензии Самарской лидии, не нарушая закона по географическим названиям, и уковечить память о Сергееве Лидии Викторовне, сотруднице-руководителе садового центра. И тем более мы перед этим только провели такую акцию, акцию лидии. То есть это была очень лидия, успела увидеть этот сорт гортензии, потому что мы с ней это обсуждали. Конечно, мы не говорили тогда, что это будет память о ней. И автор нового сорта Жан Рено, питомник Рено, патентное бюро Франции, и Россию зарегистрировал этот сорт весной 2018 года. Гортензия метельчатая Самарская лидия. Сорт характеризуется особой компактностью, здесь вы можете их уже увидеть. Растение быстро приобретает ярко-красную окраску, характеризуется обильным цветением, имеет соцветие конусовидной формы небольших размеров, низкорослой, особенно хорошо адаптированной к производству в контейнерах. И высота где-то до метра, даже здесь мы написали метр, но где-то до метра высота и ширина при этом метр десять. Цветение с июля месяца. Я могу сказать, что многие специалисты знают, когда открывается одним из первых, открывается сорт Аннабель, и эта гортензия открылась вместе с Аннабель. Белая становится белой, и затем ярко-розовая и красная. Морозоустойчивость до минус 30, и растет медленно растущий. И даже когда на площадке стоит, вы сейчас увидите, вот она, в начале цветения это 10-го, 07-го, 18-го года. 16-го, 07-го, 18-го года, то есть это стоит на нашей площадке. Она сразу отличается от других, темно-зеленой листвой, и стебли чуть-чуть красноватые, поэтому рядом с остальными гортензиями сразу можно... Мы уже в зеленом зале, они немного опоздали. Значит, сорт в начале цветения, видите, он темно-зеленый, и он отличается рядом с остальными растениями. Если даже вот смотреть, вот впереди это другие сорта, а вот сзади, вот видно здесь, как отличается этот сорт. Вот темно-зеленые листья, а это более светлые листья, и еще за счет вот этих темно-красных стеблей. Это у нас на территории садового центра. И изменение цвета вот 16-го, 07-го, и 25-го, 07-го, и это уже 1-го, 08-го, 1-го, 08-го, уже гортензия меняется. Видите, 30-го, 08-го, то есть гортензия очень быстро становится таким ярко-красным цветом, приобретает ярко-красный цвет. Вот он, 30-го, 08-го. Эта фотография сделана в садовом центре. У них еще очень интересные листья, края как будто какие-то красненькие, и очень необычные получается листья. Вот она. Кстати, вот эту фотографию сделали французы, и поэтому, я думаю, знаете, особый микроклимат в каждом регионе, он дает свой цвет этим растениям. Эти две фотографии наши, а здесь, я бы поставил мы потом другую фотографию, она будет более темно-красной, такой бордовой. Вот, я хочу показать, мы их посадили в этом году у нас в поле, 3-го, 05-го числа. Вот, это 8-го, 06-го, как они растут, уже гортензия. Здесь посадка 11-го, 07-го. Кстати, вот эти гортензии, это не тот сорт. Вот она, лидия стоит. Она сразу отличается своей темно-зеленой листвой. Здесь тоже самое, фотография вот общая сделана, вот она, лидия, стоит вот здесь. Это отдельно, другие сорта гортензии. И вот посадка в поле, вот 9-го, 09-го, мы сфотографировали, вот так сейчас выглядит гортензия на поле. То есть она набрала цвет, мы посадили из П-9, здесь, кстати, из П-9 получается чуть-чуть медленнее развивается. Вот сейчас они набрали некоторые уже розовые, некоторые, видите, темно-красные. То есть и на поле очень красиво смотрится. И, кстати, видите, мы думали сначала у них шапки будут падать. Это только в контейнере. Мы плотно их продержали, какие-то две недели упустили этот момент. Специалисты должны всегда это учесть. Гортензия требует очень много места. Они должны стоять свободно. Тогда они будут очень, они тогда будут держать ствол. Вот она, гортензия. 9.09 сделаны фотографии у нас сейчас на поле. Это Самарская лидия. Красивый кустарник. Вот, шикарные кусты. Сейчас у них розовые, они очень быстро станут красными. Мы, конечно, будем фотографировать их каждую неделю и будем отсылать нашим коллегам. И в соцсетях будем тоже показывать и размещать эти фотографии. Вот она, 9.09 сделана фотография. И летом 18-го года сделаны посадки гортензии метельчатой Самарской лидии НЗАМ в Самарской области. В Струковском парке мы уже посадили территорию больницы имени Пирогова и в селе Шантале. Станция Шантала – это родина нашей с Лидой, наша родина. И мы там тоже сделали такую акцию. На территории храма вот посадили эту гортензию. И новый сорт гортензии метельчатой Самарской лидии НЗАМ был представлен с широкой общественности средствами массовой информации. Была проведена публикация в газете «Самарское обозрение», в журнале «Дачные советы» в Самаре, передача на телевидение на каналах ВГТРК «Самара» и телерадиокомпании «Губерни» и «Самара ГИС». Были уже проведены передачи на самарских радиостанциях, на сайте садового центра и, конечно, в социальных сетях. И проведены презентации нового сорта гортензии метельчатой Самарской лидии НЗАМ в Самаре. Это на 20-й агропромышленной выставке, на фестивале «Цветов» в Струковском парке, на осенней ярмарке клуба директоров, на дне города, площадка на Самарской набережной. И еще провели презентацию уже в Крокус-экспо, и сегодня презентация этого сорта гортензии здесь, на ВДНХ. Вот это агропромышленная выставка. Вот она, красивая какая гортензия. Это на набережной мы проводили на фестивале «Цветов». Конечно, большой ажиотаж вызвал этот сорт среди жителей Самары. И вот такое панно мы подготовили, чтобы фотозона была на фестивале «Цветов» в Самаре. Срезали гортензию, тут, правда, все разные сорта. И лидии есть, но недостаточно было бы этих цветов, поэтому здесь добавили остальные сорта. Это сотрудницы флористы, которые создавали эту стену. И провели презентацию на набережной в день города 9.09. А их не хочет слушаться. И этот сорт, согласно договору, в этом году только в Самаре продается. В следующем году будут этот сорт представлять наши дилеры. То есть дистрибьюторы. Это несколько компаний в России. Это питомник Лескова, Акмечет, питомник Ёлы-Палы. Давайте послушаем песню. Я еще раз скажу. Гортензия названа «Самарская лидия». Автор сорта – французский селекторнер Жан Рено. И названа в память Лидии Сергеевой. Еще не было песни гортензии. И я заказала песню, и поэтесса Дина Леонова написала песню, а Юля Денисова исполнила эту песню. Я думаю, можно включить ее по-громке. Песню про гортензию «Новая песня» исполняет Юлия Денисова. День меня в саду волшебно Встретишь ты. Погляди, и ты увидишь в мире этом гордень. Но однажды парень не послушал И пошел за девушку и вслед. Если б только знал он, что нарушил В этот вечер зря ее запрет. Ведь по заклинанию превращалась Каждый вечер девушкой цветок. И теперь лишь ночь одна осталась, И для счастья наступил бы срок. Ты мне жди, не жди, не жди в саду На пасту до рассвета. Погляди, и ты увидишь в мире этом гордень. Погляди, и ты увидишь в мире этом гордень. Погляди, и ты увидишь в мире этом гордень. Так ты не жди, не жди в саду На пасту до рассвета. Будет тень, и ты увидишь в мире этом гордень. Спасибо всем большое. Пусть гордень будет жить вечно. На этом моя презентация закончилась.